У Аллаха есть такие рабы, которым в Судный День будут завидовать шахиды и пророки. Представьте, шахиды и пророки. Дорогие братья и сестры. Сегодня хочу поделиться с вами знаниями на тему братства в Исламе, любовь по отношению друг к другу, как к братьям и сестрам по вере. Что же об этом говорит наша религия? Как советуют нам друг к другу относиться ученые Ислама? В первую очередь, каждый из нас должен понять, что бывают узы, которые установлены посредством крови, то есть родственные связи. И бывают узы, которые установлены посредством религии, без кровных уз. Это связь, которую установил сам Всевышний Аллах, сказав, «Аузу билляхи мина шейтану рожим, бисмилляхи рахману рахим, инна маль муаминуна ихва, садакаллаху ладзим». Смысл аята – Аллах называет муаминов, то есть верующих людей, братьями. То есть вера является тем, что объединяет этих людей и делает их братьями. И задается вопрос, какие же узы перед Всевышним Аллахом имеют наибольшую ценность? Родственные или же ту, так скажем, та связь, которую Всевышний Аллах установил сам. То есть посредством нашей религии, нашего дина. Ответ тут очевиден, конечно же, именно то братство, та связь, которую установил Аллах перед Всевышним Аллахом имеет еще больше ценности. Но если мы посмотрим на себя со стороны, мы с вами замечаем, что есть некоторые люди, кто придает значение кровному братству намного больше, нежели братство, которое установлено Всевышним Аллахом. И нам бывает легче желать своим близким, родственникам, хорошего желать, нежели обычным мусульманам, которые являются для нас братьями по вере. И в общем говоря, каждый из нас должен понять, что есть определенные обязанности, определенные права друг перед другом у каждого мусульманина и мусульманки. И как говорят ученые, что братство подобно никаху. То есть когда заключается никах, это как договор между двумя сторонами. То же самое и братство. Когда человек заключает братство, то есть начинает с кем-то дружить ради Всевышнего Аллаха, ищет для себя брата по вере, хорошую, или мусульманка ищет для себя хорошую сестру по вере, то это подобно заключению никаха, то есть заключению договора об этом братстве. И говоря в общем, каждый из нас должен понимать, что есть определенные моменты, которые каждый из нас должен учитывать в этом братстве, в этой дружбе. В первую очередь, это благой нрав. Как сказал Аллах в Коране, «Бисмилляхи рухмани рухим, «Ва инна каля аля хулукин азим, сада каллаху ла азим, обращаясь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, смысл, что ты, у Мухаммад, поистине обладатель самых наивысших нравов». Для чего мы приводим этот аят? Для того, чтобы каждый из нас обратил внимание на сухбат, на дружбу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как он относился к своим братьям по вере, к своим сподвижникам, как они относились друг к другу, чтобы исходя из этого мы понимали истинную суть этого братства и этого дружелюбия, которому призывает наша религия. Сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Инна ма бу'исту лиутаммима макарима л-ахляк». Поистине я был послан для того, чтобы усовершенствовать нравственность. И если мы будем анализировать истории и жизнеописание любого человека за всю историю человечества, не только мусульмане, но и немусульмане согласятся с тем, что не было в истории человечества человека лучше во всех отношениях, каким был пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И нравственность, если говорить в общем, мы понимаем, что это такое, это хорошее отношение, это благой нрав, который проявляется во всех состояниях, это когда человек не замечает недостатки другого, это когда человек щедр по отношению к другому человеку. То есть, учитывая все эти качества, нравственные качества, мы начинаем свое братство, мы начинаем свое отношение друг к другу. Также имам аль-Агазали рахматуллахи алейхи приводит, что человек любит другого из-за его внешности. Бывает, что он любит другого из-за его имущества, то есть из-за его возможностей в этом мире. Бывает и такое, что человек любит другого из-за ахирата, то есть, когда человек любит другого человека, из-за того, что он не является хорошим, из-за того, что он не является тем, с кем нам выгоднее было бы быть в ахирате. Так как мы знаем, сказано в хадисе пророка алейхи салату ассалям, человек в судный день будет с тем, кого он полюбил. И из-за этого тоже человек может любить другого. Но есть еще высшая степень, говорит имам аль-Агазали, когда человек любит другого исключительно ради Всевышнего Аллаха, субханаху и та'аля. Исключительно ради того, что он является простым мусульманином. Является тем человеком, с кем Аллах установил мою связь посредством нашей религии. И мне этого достаточно. И вот такая любовь является любовью ради Аллаха, когда я не преследую никаких целей, даже благих целей. То есть это высшая, так скажем, точка в отношении друг с другом, в отношении с братьями и сестрами по вере. И имам аль-Агазали приводит такой интересный момент. Есть известная поэма «Маджнун Иляйля», то есть одержимого человека любовью по отношению к девушке по имени Иляйля, на которую он хотел жениться всю свою жизнь, но так в этом мире у них этого не получилось. И он приводит его слова, которые говорил Смысл этих срок Маджнун, одержимый любовью к Лейле, говорит. Я ходил возле стен, где живет Лейля, и целовал одну стену за другой, но не любовь к этим стенам побудила меня их целовать, а любовь к той, кто там живет, то есть живет за этими стенами. Для чего приводит имам аль-Агазали эти строки? Он говорит «Ман ахабба шай'ан ахабба, ман ахабба». То есть человек, когда любит другого, если мы приводим любовь ради Всевышнего Аллаха, все, что вокруг этого человека, для него становится любимым. Как мы знаем, каждый из нас имеет недостатки. Эти недостатки человек перестает замечать. Этому человеку достаточно того, кем является тот, кого он любит. То есть мы должны понимать, уважаемые братья и сестры, что кого бы мы не взяли себе братом или сестрой по вере, мы должны учитывать некоторые качества в этом человеке, для того, чтобы эта дружба, для того, чтобы это братство, эта любовь ради Аллаха принесла нам пользу. То есть, чтобы не стало причиной тому, что мы, наоборот, станем хуже и отдалимся от Всевышнего Аллаха. И, как говорится, каждый из нас должен знать, что не каждый годится для того, чтобы быть для тебя другом. Пророк, салли Аллаху алейху асалям, сказал, Человек находится в религии своего друга, так пусть каждый из вас посмотрит, с кем он дружит. То есть, от этой дружбы зависит наша вера. Она может быть подвергнута опасности. То есть, если мы будем дружить с человеком, так скажем, заблудшим человеком, который рано или поздно нас может стать причиной тому, вернемся с истинного пути. И поэтому, когда человек выбирает для себя брата по вере или сестру по вере выбирает сестра, необходимо учитывать некоторые качества. Первое — это чтобы человек был разумным. Если говорить нашими словами, нашим сленгом, то можно сказать, чтобы дружил с головой. Так как есть среди нас люди, которые делают поступки в своей жизни, как сидя за рулем, так и находясь в обществе, находясь на учебе или на работе, то, что мы не можем назвать разумным действием. Высказывают слова, не подумав. Делают то, за что стыдно бывает называть даже этого человека мусульманином. По той причине, что по нему будут судить его религию. Чтобы этот человек был разумным. В общем, мы понимаем, что это такое. Так же, чтобы этот человек был с благим нравом. Что такое благой нрав, мы с вами вкратце сказали. Это качество, которым призывал нас Пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, своим примером и своими словами. И даже говорил, перенимайте нравы, качества Всевышнего Аллаха, субханаху тааля. То есть, те благие нравы, которым призывает нас Пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, такие, как милосердие, милость, такие, как щедрость, такие, как снисходительность, доброта и так далее и тому подобное. Его жизнеописание полно этих качеств. И изучив это жизнеописание, каждый из нас не останется равнодушным и что-то возьмет для себя, чтобы использовать и воплощать эти знания в своей жизни. И так же, чтобы этот человек не был нечестивцем и заблудшим. Почему говорится, чтобы в выборе друга мы не обращали внимания на нечестивцев и на заблудших людей по той причине, что человек, если является нечестивцем, мы начнем с ним дружить. Попадаем мы в такое общество, где есть нечестивцы, будем с ними мы дружить, будем, так скажем, с ними находиться. Вот представьте, когда человек вот сочное яблоко поставит вместе с гнилыми, эти гнилые яблоки ведь не станут сочными, станут как раз таки наоборот. То же самое происходит и с человеком. Когда он дружит с хорошими, он даже если является плохим, станет хорошим. И наоборот. Как говорится, Человек, если будет дружить с хорошими, даже будучи плохим, станет хорошим. Аллах сделает его таким. А если он будет дружить с плохими людьми, даже если он был хорошим, Аллах сделает его плохим. Это, так скажем, факт, неоспоримый. Это адат, который на протяжении всего времени мы с вами замечаем. Хороший человек, попав в плохое общество, станет похожим на них. Зачастую, наоборот, не происходит. Также уместно привести тут хадис пророка, в котором говорится, Что у Аллаха, есть такие рабы, которым в судный день будут завидовать. Шахиды и пророки. Представьте, шахиды и пророки. Шахиды — это те люди, кто отдал свою жизнь на пути Всевышнего Аллаха. Те люди, о которых сказано в Коране, вы не говорите, что они умерли, они получают удел у Господа. То есть смысл, строк аятов в Коране. Пророки — это безгрешные люди, самые любимые творения Всевышнего Аллаха. Но они будут завидовать судный день определенным людям. И сахабы, когда услышали это от пророка, саллиллаху алейхимусалям, спросили, «Я Расуль Аллах, кто же это люди?» И тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил, «Это люди, братья по вере, которые полюбили друг друга ради Аллаха». А какая степень ему готова? Мы знаем, что есть семь категорий людей, которые в судный день будут находиться по тенью арша. Одна из этих категорий — это те люди, которые полюбили друг друга ради Аллаха. И этот признак делает их любимцами Всевышнего Аллаха, А что сказано в Коране о любимцах Аллаха? Смысл аята — любимцы Аллаха в судный день не будут опечалены и не будут бояться. Не будут опечалены и не будут бояться. То есть те люди, которые совершали в этой жизни именно то, чему призывал пророк, саллилаллаху алейхима салям, что их делает, так скажем, дает им ту степень любимцев Аллаха в судный день окажутся вот в таком выгодном положении. И поэтому им будут завидовать шахиды и пророки. Есть такие прекрасные слова Али ибну Абит Алиба «Каррамаллаху ваджаху» относительно брата поверью. Кто он истинный брат? «Инна ахака л-хакка ман кана ма'ка ва ман ядурру нафсаху льянфа'ак» «Человек, истинный брат — это тот, кто, находившись рядом с тобой, навредит себе, но принесет пользу тебе. То есть, даже когда ему невыгодно, он постарается тебе помочь. И мы видим сегодня есть очень много достойных братьев, достойных сестер по вере, которые во вред себе могут причинить другому человеку, так скажем, принести ему добро. Или же, находясь в стесненном положении, когда у него нет материального достатка, он может потратить все свои средства для того, чтобы помочь другому человеку из-за его нужды в этом. Вот это является истинным братством, чтобы мы с вами понимали. Также каждый из нас должен учесть такой момент, очень важный момент, который подчеркивает имам Шафии радия Аллаху говоря, «Ма ахадун иналь мусульмина ютиу Аллаха фалай юсихи» «Нет ни одного мусульманина, кто подчинялся бы Аллаху, но не грешил бы ему». То есть, это говорит о том, что никто из нас не является безгрешным. «Валай ахад юсиллаха фалай утихи» «И ни одного нет, кто грешит, но не поклоняется, не подчиняется Всевышнему Аллаху Субханаху Ата'алию». «Фаман канат таатаху аглаба мин ма асихи фаху адлюн» «И тот, чье поклонение, чье подчинение Аллаху выше, чем его грехи» это является «адль». То есть, человек в этом случае годится для того, чтобы быть другом. Если же не будет так, то, как мы говорили, дружба с нечестивцем к чему нас приведет, а человек, если, как и любой другой человек, грешный, совершает определенные грехи, у него есть определенные недостатки, но в приоритете, в большей степени, мы в нем видим поклонение Всевышнему Аллаху, то есть, выполняет он свои обязанности, старается по возможности выполнять желательные действия, в остальных случаях старается остерегаться грехов, то этот человек годится для того, чтобы быть для тебя братом по вере, быть для тебя другом, тот, из-за которого ты не станешь нечестивцем, или же заблудшим и так далее. И как мы говорили ранее, братство по вере, оно подобно заключению договора, как, например, в никахе. И когда этот договор заключается, когда это братство устанавливается, есть определенные права и обязанности друг перед другом. Из обязанностей можно привести следующее. Это в имуществе. Как мы знаем, супруг должен обеспечивать свою супругу и так далее. Есть определенные имущественные обязанности. То же самое и в братстве. Когда у человека есть определенный достаток, у человека есть возможность помочь своему брату по вере, чтобы этот брат по вере имел такое понимание, что его имущество в нем как бы находится доля твоего брата по вере, когда у него есть в этом необходимость. То есть, чтобы ты своим имуществом старался помогать своему брату. и когда возникает нужда у этого брата по вере, чтобы ты был первым человеком, к кому он может обратиться без грамма стеснения, может попросить и сказать. Если же ты являешься тем человеком, кто находится в последнем списке, он обратится к другому, будет искать там и так далее, то это далеко от истинного понимания смысла этого братства. Поэтому, уважаемые братья и сестры, нам нужно стараться помогать друг другу, когда у нас стесненное положение, и понимать, что Всевышний Аллах непременно от этого нашего садака, от этой нашей помощи нам имущество только увеличит, оно от этого не уменьшится. Пока мы не начнем так думать, не начнем делать амал, то есть, не начнем действовать согласно этому, наше имущество будет, конечно же, уменьшаться. Если у нас нет этой правильной убежденности, так же заключается и в физической помощи. Сегодня есть некоторые люди, которые, так скажем, являются близкими, друзьями, но когда необходима бывает физическая помощь, некоторые люди вызывают за плату других для того, чтобы они помогли провести определенную работу, или строительную, или какую бы то ни было. это разве братство, которому призывал нас пророк саллиллаху алейхи ва салям. Обратите внимание на самого посланника Аллаха алейхи саллиллаху алейхи саллиллаху алейхи не могли сломать он пришел к ним на помощь. То есть таких случаев очень много в жизни пророка алейхи саллиллаху и сами сподвижники ходили друг к другу, помогали, когда узнавали о какой-то нужде, эту нужду исполняли и даже представьте насколько был их уровень высок, что они даже старались это делать так, чтобы этот брат по вере не знал об этом. То есть помогать друг другу. и также необходимо нам учесть и это правило, взять за правило в своей жизни, когда перед нами мы слышим, что какой-то негатив есть о наших братьях, у кого-то он появился, чтобы мы и своим языком сочли это для себя обязанностью защищать своего брата по вере. Так как мы сказали, что у каждого есть недостатки, может быть кто-то заметил эти недостатки, начинает о них говорить, вспомнить и рассказать о тех качествах похвальных, которые есть в этом брате, чтобы, так скажем, загладить его негативную сторону или какой-то негативный поступок. Зачастую бывает так, что мы находясь в каком-то обществе, когда мы становимся свидетелями какой-то беседы, кто-то начинает говорить за другого плохо, или кто-то начинает делать гиббот, то есть говорить то, что не понравится этому брату, или кто-то начинает наводить бухтан, то есть наговаривать, то есть то, чего совсем нет. Во-первых, со стороны шариата, если мы посмотрим, в таком обществе сидеть, молчать, слушать, соглашаться с этим является харамом. Нужно или сказать, как мы говорили, о хороших качествах этого человека, или вообще покинуть это общество, так как мы знаем, что это является большим грехом. Как сказано в хадисе, что гиббот является хуже даже, чем зина, что сплетник не войдет в рай. То есть столько хадисов есть об этом. И стараться своим языком защищать этого человека. И там, где нужно сказать слово за своего брата по вере, где это слово будет иметь вес, будет иметь какое-то значение, не скупиться на эти слова и говорить. И также говорить то, что будет приятно слышать этому брату по вере, что увеличит между нами связь, братскую любовь, то есть говорить об этом, выделять какие-то качества, говорить то, что может его побудить на хорошие поступки. Все это только увеличивает связь и братство и любовь. И также в сердце мы можем задаться вопросом, а что за эта сердечная обязанность может быть у нас по отношению к братьям по вере. Когда мы находимся наедине с собой, наедине со Всевышним Аллахом, когда наша дуа не слышит никто, кроме него, делать друг за друга дуа. Если даже кто-то в чем-то провинился друг перед другом, делать дуа, помочь Всевышний, чтобы Аллах помог мне простить этого человека, забыть вообще об этом, чтобы Аллах простил грехи моего брата по вере, чтобы Аллах исполнил нужду моего брата по вере, то есть столько всего мы можем просить друг для друга, на что мы очень часто скупимся. и здесь есть очень важный момент, когда я прошу для своего брата по вере, ангелы просят того же самого для меня. И вероятность принятия этого дуа, то есть когда мы молимся друг за друга, больше, чем мы молимся за самих себя. Это очень важный момент, который, если мы учтем и будем практиковать в нашей жизни, много проблем, которые мы хотим решить, мы можем решить побыстрее, или те нужды, которые мы просим у Аллаха исполнить, есть более вероятность, чтобы Аллах исполнил эти нужды. И подводя итоги, хочу призвать себя и вас, уважаемые братья и сестры, чтобы мы познали истинную суть этого братства, нам необходимы определенные примеры. Аллах в Коране говорит, смысл аята Аллах говорит, что самый лучший пример в посланнике Аллаха алейхи саляту ассалям. И люди, даже будучи не мусульманами, сегодня берут из его жизни описание примеры для себя в отношениях со своей семьей, друг с другом и так далее. И кому как не для нас необходимы эти уроки из его жизни. Его жизнь полна этих уроков, полна истинного сути этого братства. На примере с Абубакром Ассаддиком Радия Аллаху Анху, с Алиб Нобит Алибом Каррам Аллаху Ваджихаху и остальными сахабами Радия Аллаху Анху Маджма'ин, чтобы мы изучали это жизнеописание и оттуда брали для себя практику, как нам нужно вести себя по отношению друг к другу, какие нравы нам нужно проявлять. Сегодня мы видим люди проходят определенные курсы так скажем по психологии, по отношению с супругами, определенные курсы проходя, отдавая за это деньги, когда можно сегодня пройти лучше этот курс, пройтись по жизнеописанию посланника Аллаха и все, что нам необходимо мы там найдем. Поэтому прошу Аллаха помочь нам в получении этих знаний и чтобы эти знания воплотились в нашей жизни и чтобы у нас было такое отношение друг к другу, о котором говорится в хадисе, то есть чтобы мы желали друг другу того, что желаем для себя истинно и искренне. Аقول قولи هذا Astaghfirullah لي ولكم والحمд لله رب العالمين